МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Ольги Бырочкиной в этом выпуске. Весы для машин. Теперь большегрузный транспорт в Чебоксары будут пропускать только через пункты весового контроля. Музыка нас связала. В литературно-музыкальной гостиной собрались любители русской классики. Мастера на все руки. Во Дворце культуры прошел второй республиканский конкурс вышивальщиц. Сегодня в Пензе проходит заседание Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. Участие в нем принимает и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Обсуждаются перспективы развития рынка жилищного строительства в регионах округа. С места событий с нами на связи наш корреспондент Дмитрий Ковалев. В регионах Поволжья в прошлом году было построено более 17 миллионов квадратных метров жилья. Полномочный представитель президента страны Михаил Бабич отметил, что это неплохой показатель. Снижать эту планку недопустимо, субъекты ПФО должны наращивать объемы. Лидерам по воду жилья на одного человека признали Чувашскую республику. Перед регионами округа ставят задачу строить больше домов экономического класса. В этом году только в Чувашии планируют возрести более 400 тысяч квадратных метров такого жилья. Затронули на Совете и тему обманутых дольщиков. Эту проблему в регионах Поволжья рассчитывают решить уже через три года. Но для поддержки строительной отрасли необходимы законодательные инициативы. В регионах надеются и на средства федерального бюджета. Первоочередная задача – снизить себестоимость одного квадратного метра. Все предложения участники Совета вынесли на рассмотрение федерального центра. Медрих Валев, Республика из города Пенза. В единый день голосования 13 сентября в Чувашии будет избран не только глава республики, но и главы депутата муниципальных образований. Чтобы определить для участия в избирательной кампании наиболее подготовленных кандидатов, Единая Россия в обязательном порядке проводит внутрипартийное голосование по отбору кандидатов. Будущие кандидаты в депутаты Чебоксарского городского собрания от партии Единая Россия будут отбираться по модели номер один. Она дает право голосовать всем избирателям города Чебоксары за того или иного кандидата по своему округу. Кандидатами в депутаты остальных муниципальных образований республики станут победители предварительного внутрипартийного голосования, которых поддержат выборщики из числа членов партии. Каждый, кто старше 18 лет и готов попробовать свои силы в праймерис, могут подать заявку на участие до 4 апреля. Я хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том, что любой желающий, сегодня даже не являясь членом партии Единой России, может принять участие в предварительном голосовании. Я хочу заверить, еще раз сказать, что если этот кандидат наберет наибольшее количество голосов в преддверии основных выборов в рамках предварительного голосования, то, поверьте, никто нам не позволит ни Центральный исполнительный комитет, ни высшее руководство партии игнорировать этими цифрами, этим фактом. Мы будем обязаны эту кандидатуру выставить. Единым днем предварительного голосования назначено 24 мая. По всей республике будут работать как минимум 30% всех существующих избирательных участков. Процесс выборов максимально приближен к тому, что пройдет 13 сентября. Анастасия Алексеева, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. Въезд в Чебоксары только после взвешивания. Такое правило будет распространяться на весь большегрузный транспорт с 1 по 30 апреля. Подробнее прямо сейчас. Дорогам регионального и муниципального значения, которые после зимы не в лучшем состоянии дают отдыхать от большегрузов каждую весну. Цель – предотвратить разрушение покрытия, которое в период паводка, а значит сильного увлажнения грунта, становится особенно хрупким. На всех пяти въездах столицы Чувашии уже установили пункты весового контроля, выставили предупреждающие знаки. Ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки, перевозку продовольствия, почты, лекарственных препаратов, топлива и некоторых других грузов. Прочие тяжеловесы в город пропускать тоже будут. Правда, только те, у кого есть разрешение на передвижение. Платное. Вводится временное ограничение движения транспортных средств с нагрузкой более пяти тонн. И на ось при одногоосной тележке четыре тонны, при двухосной тележке три тонны, при трехосной тележке две тонны на ось. Стоимость и разрешение проводят согласно постановлению номер 934, постановление правительства от 16 ноября 2009 года. И в среднем составляет для транспортных средств до 9 тонн 8 тысяч рублей, до транспортных средств до 16 тонн 20 тысяч рублей, для транспортных средств до 25 тонн 35 тысяч рублей и до транспортных средств свыше 25 тонн около 60 тысяч рублей. Если нет разрешения, придется заплатить штраф водителям большегрузов от двух до двух с половиной тысяч рублей, должностным лицам 15-20 тысяч, юридическим лицам от 400 до 500 тысяч рублей. Контроль будут вести не только на въездах. Уже закупили два передвижных поста весового контроля. В прошлом году в выдаче разрешения штрафы за передвижение большегрузов по Чебоксарам принесли 8 миллионов рублей. Все деньги пошли в Дорожный фонд города. Центральный банк России принял решение об увеличении стоимости полиса ОСАГО в ряде субъектов Российской Федерации. С 1 апреля в Чувашии повышается региональный коэффициент, а с 12 апреля увеличивается и стоимость базовой ставки на 40-60%. Подробности далее. В Чебоксарах региональный коэффициент теперь составит 1,7, в Новочебоксарске – 1,2, в Канаше – 1,1. В других населенных пунктах он будет составлять 0,8. Повышение коснулось и наших соседей по Приволжскому федеральному округу. В Центробанке России рост цены объяснили увеличением лимита по страховым выплатам, а также девальвацией рубля. Еще таким образом планируется нормализовать продажу полисов. Страховые компании обязали перевести свои офисы из отдаленных населенных пунктов в более удобные. В пресс-релизе Банка России отмечено, что взамен автовладельцев ждет увеличение страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью и новый порядок возмещения расходов на восстановление здоровья потерпевшего. В 2013 году в России приняли антитабачный закон. С тех пор россияне не курят в общественных местах. Во всяком случае не должны. Как ситуация обстоит на самом деле, обсудили сегодня за круглым столом в Национальной библиотеке. Курение вредит вашему здоровью. Не устает предупреждать Минздрав. Будете курить в неположенном месте, заплатите штраф. Предупреждает закон. Как ни печально, но судя по всему, за кошелек россияне переживают больше, чем за собственные легкие. С момента вступления в силу антитабачного закона курить в стране действительно стали меньше, считают специалисты. В Чувашии уровень потребления табака, по данным социологического опроса, если сравнивать 2011 и 2014 годы, стал меньше на 5%. Цифра не слишком впечатляющая. Люди знают о том, что курение вредит. То есть нельзя сказать, что люди не информированы о вреде потребления табака. То есть достаточно большой процент, почти каждый, что он знает, что курение вызывает инсульт, что курение вызывает рак легкого, что курение вызывает инфаркт. То есть осведомленность населения, она очень высокая. Но, тем не менее, сохраняется курильник на курочке и статах домашних условий. Впрочем, не все так плохо. 45% опрошенных курильщиков сказали, что в течение года пытались бросить курить. У 10% это получилось. Более того, по данным Минздравсуцразвития в Чувашии вообще курит меньше, чем в среднем по России. Может быть, на сознательность граждан повлияли мероприятия. В республике проводились оздоровительные акции, профилактические консультации, семинары. А может быть, и недремлющее око закона. В 2014 году были привлечены к административной ответственности 89 нарушителей. Общая сумма штрафов составила более 758 тысяч рублей. За два месяца этого года рассмотрено уже 41 административное дело. Вынесено постановление о наложении штрафа на общую сумму 389 тысяч рублей. Иными словами, война с курильщиками продолжается. И здесь, как известно, все средства хороши. В рамках 70-летия победы в столице республики прошла репетиция патриотического флэш-моба, который запланирован в Чебоксарах на 6 мая. Вместе с волонтерами песни военных лет вспомнила и наша съемочная группа. ПЕСНЯ Именно эта песня является символом Великой Победы. Волонтеры, школьники, студенты вузов и СУЗов. Всего около 200 человек собрались вместе, чтобы порепетировать с Чебоксарской капеллой классика. Мы решили хоть как-то напомнить о наших бабушках, дедушках путем через вот этот флэш-моб. Чтобы мы, ну, дальнейшие поколения также знали и помнили о их подвиге и о том, что они заложили в наших сердцах. Ну, чувствую сразу гордость за свою страну. 9 мая, столько лет прошло, хочется помнить всегда об этом. Ежегодно в Чебоксарах проводится множество акций и мероприятий, посвященных годовщине Победы. В этом году к ним присоединился и патриотический флэш-моб. Исполнение песни «День Победы» хором «Горожан». В планах именно волонтерского корпуса у нас 12 мероприятий, которые будут проходить по всей России. Они все, то есть, будут точно так же с какой-то концепцией. Ребятам это не безразлично, они очень к этому трепетно относятся, они очень интересуются всей этой темой. То есть, ребятам это очень близко, всех возрастов ребятам. Участником флэш-моба может стать каждый желающий. Для этого надо прийти на площадь республики 6 мая. А пока есть время, вспомнить и другие песни военных лет. В праздничные дни они звучат по-особенному. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика. А в малом зале Чувашской государственной филармонии царит романтическое настроение. Все потому, что каждый понедельник здесь звучат русские романцы. В эпоху старины на время погрузилась и наша съемочная группа. Удивительно красивый жанр романс никогда не стареет. Уже в третий раз литературно-музыкальная гостиная «Романс вчера, сегодня и всегда» собирает всех любителей русской классики. Здесь, в небольшом зале, особенно теплая атмосфера. В этом зале интересно работать. В нем есть свои плюсы и свои минусы. Здесь зритель находится очень близко к артистам, очень близко к сцене. И поэтому ощущение возникает того, что ты буквально с ним вместе. Вместе поешь, вместе вздыхаешь практически. То есть ты вот все время с ним в одном целом. Тема любви объединила замечательный состав солистов. Заслуженная артистка Чувашской республики Маргарита Финагентова. Лауреаты всероссийских международных конкурсов Юрий Катков, Юрий Волков и Динара Юнисова. Зрительская аудитория самая разная. Дети, студенты и люди старшего поколения. К нам зрители, конечно, приходят с удовольствием. Понимаете, они сидят как зачарованные. Потому что звучат удивительные любимые романсы «Очаровательные глазки», «Отцвели хризантемы», «Тройка». Звучит романс «Только раз бывают в жизни встречи», романсы Есенина, романсы композитора Михаила Глинки. Конечно, здесь у нас синтез романсов и старинных русских, и современных. «Только раз холодный зимний вечер, мне так хочется любить». В апреле в Малом зале будут звучать романсы военных лет, посвященные 70-летию победы Великой Отечественной войне. Анастасия Лангина, Расиль Мухаммедов, Республика. Что такое вышивка, знает, наверное, каждая женщина. Вышивка может рассказать, в какой стране, в какое время и для чего она была создана. Сегодня в столице Чувашия прошел второй республиканский конкурс среди руководителей кружков декоративно-прикладного искусства. Тему продолжит Юлия Важенина. Стежки каменными иглами на одежде из шкуры животных. Именно так появилась вышивка крестом. Тогда люди считали вышивание изобретением богини искусств Минервы. Существует даже легенда о том, что ученица Минервы Арахна превзошла саму богиню в искусстве вышивания. Арахна даже вызвала Минерву на поединок и победила ее. Богиня не смогла примириться с поражением и превратила Арахну в паука. Вышивание соревнуется и сегодня. Вот только сейчас здесь все настроены доброжелательно, поэтому никаких превращений не ожидается. В краю 100 тысяч вышивок. Именно так называется конкурс декоративно-прикладного искусства. Более 20 мастериц из разных районов и городов республики соревновались в умении класть стежки. В течение пяти часов участницы должны были вышить по образцу одно из главных украшений женской блузки – розетку. А затем и оформить всю композицию. У нас у Чувашии свое богатство, своя гордость. Это в первую очередь Чувашская традиционная национальная вышивка. И, конечно же, мы должны развивать, поддерживать, сохранять нашу культуру традиционную. Но вот цель у нас – охватить всю республику, чтобы у нас традиционная культура масштабно развивалась. Татьяна Петухова занимается вышивкой вот уже 10 лет. За это время стала ведущим мастером в своем деле. Очень глубокий смысл содержится в данной вышивке. Вся мифология Чувашского народа, все миросознание, миропроставление нашего народа, которое донесли до нас наши предки. И мы стараемся передать вот это мастерство будущему поколению. Помимо соревнований в реальном времени, участницам было дано домашнее задание – вышить по своему желанию любой предмет. Это могла быть подушка, салфетка, картина и даже блузка. Главной задачей было показать, на что способна каждая из мастериц. Эта вышивка хороша тем, что способствует развитию творческой фантазии, умственному развитию, прививает аккуратность. То есть всестороннее способствует развитию современного школьника. Знание особенностей Чувашской вышивки и техника исполнения изделия. Именно по этим критериям и определяли победителя. Ей стала Ольга Волкова, представительница Чебоксарского дворца детского и юношеского творчества. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. На национальном телевидении продолжается проект «Отличные студенты». А сегодня, сразу после новостей, смотрите очередную серию. На этот раз студентов ждет интеллектуальный конкурс и вопросы в нем будут по школьной программе. Скажем вам по секрету, что ребята с тестом справились не очень хорошо, но было весело. Какой дар от Сонечки Мармеладовой принимает Раскольников? Кстати, какое это произведение? Я не понимаю. Александр Сергеевич Пушкин написал, нет? У меня такой оценки в жизни не было, поэтому она самая лучшая для меня. Давайте диафрагмом. Лови я тупая, наверное. Напомним, что в официальной группе национальной телерадиокомпании «Чуваши» и «ВКонтакте» открыто голосование за участников проекта. Не пропустите программу «Отличные студенты» сегодня в 20 часов 30 минут на национальном телевидении. Таким стал вторник глазами корреспондентов национального телевидения «Чуваши». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин